Друзья, всем привет! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. У нас сегодня на обзоре нереально дорогая монета, которая стоит не одну тысячу гривен. Готовы? Поехали! Итак, друзья, у нас сегодня на обзоре монета, которая стоит баснословные деньги, которую мечтают найти все-все-все нумизматы, коллекционеры, переборщики. И вот сегодня, друзья, такая монета у нас в лавке. Прежде чем мы с вами начнем, не поленитесь, поставьте лайкос под данным роликом, если такие ролики вам интересны. Подпишитесь, если вы еще не подписаны на наш канал, а я продолжаю ежедневно снимать для вас еще более-более нереальные находки. Итак, друзья, что же это за монета? Друзья, значит, что данная монета представляет собой по каталогу? По каталогу загребы, друзья, которые можно приобрести у нас в лавке, мы с вами видим, что 5 копеек 1994 года была выполнена в нескольких, даже я бы сказал, во многих вариантах, так как данная монета экспериментальная, пробная, пробовали в разных материалах. Видите, здесь и серебро есть, из чего только не была сделана данная монета. Так вот, друзья, если вам попадается 1994 год, в принципе, эта монета уже дорогая. Но сегодня мы с вами держим немагнитную сталь. Мы с вами видим мелкий и гладкий гурт бывает у этих монет. И сталь немагнитная достигает даже 12 тысяч гривен по каталогу загребы. Что же нам говорит каталог ИТК? По ИТК мы с вами видим немагнитная сталь 1БАГ 400-600 долларов. Вот такая вот сумасшедшая цена у данной монеты. Давайте же рассмотрим ее подробнее. Монета шикарная. Судя по тому, что я вижу, возможно, даже монета найдена в обиходе. Здесь мы с вами видим, такие есть забоинки характерные, когда складываются несколько монет. Хотя я уже показывал вам более дорогие. И мы с вами видим, что не все их как бы хранили идеально. Видите, сам трезубец немножечко побит. И я думал, что вот эта вот волосина здесь на правой его части. Но нет, такая трещинка. Гурт у данной монеты гладкий, как мы уже с вами сказали. И реверс. Также мы с вами видим. Шикарный, красивый такой крупный реверс. Монета, друзья, интересная. Также имеет, обратите внимание, полосочки. Есть небольшие ударчики на монете. Вот на пятерочке, на самом верху. Поэтому, скорее всего, монета, возможно, либо хранилась в банке, либо сразу была выловлена из оборота. Друзья, вот такая шикарная сегодня у нас очередная новинка. Если такие ролики вам полезны, не поленитесь, поставьте лайкос под видео. Подпишитесь, если вы еще не подписаны на наш канал. Я продолжаю снимать для вас еще более-более интересные видосы. Увидимся!